Диаметр этой трубы больше метра. Совсем скоро почти 7 километров таких труб соединят насосную станцию моторного завода и очистные конструкции на проезде нефтяников. Благодаря реализации проекта жители железнодорожного района наконец-то вздохнут свободно. Станет меньше аварий, также они почувствуют экономию средств. На улице Хрустальной в Киндяковке полным ходом идет ремонт напорного коллектора. Земляные монтажные сварочные работы завершены на 60%. После ремонта участок благоустроят. Необходимость была бы условлена крайним износом существующей коммуникации, то есть трубе, которую мы ремонтируем уже порядка 50 лет, то есть что влечет за собой высокую аварийную опасность и необходимость краткосрочных аварийных ремонтов по всей ее длине. Работы ведутся одновременно на разных участках. Смонтировано уже более 4,5 километров трубопровода. Главная задача – закончить ремонт в жилой зоне до завершения дорожно-строительного сезона, чтобы успеть восстановить асфальт. Результат будет положительным, коллектор будет переложен, построен и стоки городские будут транспортироваться на городские очные сооружения беспрепятственно, бесперебойно, без аварийной. Ирина Лялина живет в железнодорожном районе с 1969 года. Женщина признается, что ремонт стал долгожданным спасением для жителей Киндяковки. У нас были большие неудобства. Во-первых, на канализационных сетях постоянно шел запах, особенно летом. Нельзя даже было окно открыть. Ну и естественно и воды, когда ремонтные работы происходят, и воды у нас не было, отключали. Несмотря на то, что ремонтные работы еще идут полным ходом, изменения к лучшему уже очевидны. Жители с нетерпением ждут их завершения. Сейчас у нас ситуация изменилась. Происходят ремонтные работы, замена труб канализационных. И мы, в общем-то, очень довольны этим. И надеемся, что в дальнейшем запах исчезнет, и мы будем дышать чистым воздухом. Завершить работы коллекторы в железнодорожном районе планируют в ноябре. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Проект позволит в три раза сократить объем неочищенных точных вод и сделать воздух чище. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Уллправда ТВ.